Приветствую вас! Первым делом, я думаю, что имеет смысл рассмотреть возможность подачи заявлений на алименты. Вот. Ну, потому что мужчина, он не платит вам, должен платить вам алименты, а он их не платит, соответственно. Вы имеете право на алименты, если он, значит, ну, не с вами живёт, а не помогает и на детей не даёт, не даёт деньги. Вот. А также я думаю, что, ну, раз такое дело, то имеет смысл подавать на развод, раз мужчина с вами не живёт полгода, то есть, мне, вот, не очень понятно, в этом контексте, чего вы ждёте вообще, ну, вот. От этой ситуации, то вы ждёте чего, что муж, как-то, я не знаю, придёт к вам, как-то он, ну, поменяется, извинится перед вами, или что, а вы его, а саммит, а, назад вообще, а, принять готовы, или нет. Вот. Точно такой, на мой взгляд, очень важный момент. То есть, если вы готовы его принять назад, то вот вам объяснение того, почему вы находитесь в этом ужасе, как вы говорите и так далее. Потому что нет личной личной ответственности для себя, нет личных границ, которые бы вы как-то отстаивали бы, да, нету, так скажем, верхнего и нижнего порога, да, то есть, вот, приемлемо и неприемлемо, то, что приемлемо и то, что неприемлемо. Вот. Мне кажется, что вот с этого, в первую очередь, нужно начать. Ну, а дальше, дальше, мне представляется, мне представляется так, что нужно менять своё отношение к жизни, к тому себе, к детям и так далее. То есть, как так получилось, что у вас съёмная квартира. Их четыре ребёнка. Значит, почему муж уехал на заработки, да, и не вернулся. То есть, у этого же, ну, вы понимаете, надеюсь, да, у этого тоже есть какие-то причины свои. То есть, ну, он же не просто так, да, вот взял и уехал. То есть, наверняка там что-то было. Наверняка там были какие-то ссоры, да и вы тоже наверняка общались с своим мужчиной. Я так, ну, я так думаю, что вы общались с ним. И если вы общались с мужчиной, то, опять же, ну, наверное, он вам что-то говорил, наверное, он вам как-то объяснял своё поведение относительно вот этой ситуации. И, наверное, он вам свою точку зрения озвучивал, да. Ну, то есть, вот такие вот вещи, такие моменты достаточно важные. Но их требуется прояснить. То есть, чтобы вы вот увидели сами для себя всю картину целиком. Потому что ужас, который вы испытываете сейчас, он лишь связан с тем, что та картина, которую вы хотите видеть, та картина, которая вам, ну, интересна, та картина, которую вы сами себе нарисовали, и её нет, её нет, её нет, её не существует. Вот. И именно по этой причине, да, именно по причине того, что этой картины нет, вы пребываете в ужасном. И вместо того, чтобы принять картину новую, вместо того, чтобы принять новую картину, вы, ну, я так понимаю, чего-то ждёте, чего-то ожидаете и так далее. Вот. Вот. Ожидание, к сожалению, ничего хорошего вам вообще не даст абсолютно. То есть, тут нужно что-то делать, брать и делать. Вот. Других вариантов попросту нет. Ну, если вы хотите со своими детьми, да, жить как-то вот в относительной гармонии. Вот. Я думаю, так, можно, можно вам ответить, ответить на ваш вопрос. Ну и, соответственно, посмотреть необходимо вам в интернете игру такую, которая называется «Какой ужас». Я полагаю, что она, эта самая игра, то, что вы здесь делаете. Ну и, соответственно, последнее, на что я хотел бы обратить ваше внимание сейчас, это то, что вы пишете. Я мама четырёх детей. Детей. Эээ, восклицательный знак. Ну, так понимаю, что вы что-то хотите сказать этим, если восклицательный знак? Эээ, если да, то, соответственно, что именно вы хотите сказать этим? То есть, почему восклицательный знак? Или вы как-то относитесь к тому, что у вас четыре ребёнка? Вы что-то вкладываете в этот факт, какое-то значение? То есть, мне кажется, что вот этот момент его нужно прояснить. Обязательно. Для себя. Вот. Ну, с мужем не живём полгода. То есть, те же самые вопросы. А, уехал на заработки, да, и с конца. Ну, соответственно, тот же самый вопрос. А, значит, у меня небольшой бизнес, в который я его на время декрета доверил. Он догнал меня в долги и уел. Ну, то же самое. То есть, как бы, то же самое. Вот, вы их, как бы, обвиняете, как будто бы его. Знаете, ну, вот это же вы доверили ему. Это же вы этого человека сделали своим мужем. Ну, вот. Если всё так получилось, значит, у этого есть причины, так давайте же посмотрим эти самые причины, постараемся найти эти причины. Почему вы, вот, оказались в такой, в такой ситуации для себя, негативной. Вот. Это же всё вытекает из вашего отношения к себе. Вот. Я думаю, что, а, вот так вот, в принципе, вам можно ответить на ваш вопрос. А, я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. А, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.